Молитвы Кроме обязательных фарс-молитв, существуют также желательные сунно-молитвы, за чтение которых обещано дополнительное вознаграждение. Это и есть полноценный намаз. Этот уровень намаза включает в себя желательные действия, а также молитвы, которые желательно читать при совершении омовения в намазе, а также после намаза. Порядок совершения омовения, включая желательные действия и молитвы. Омовение начинается с мытья кистей рук. При мытье рук рекомендуется произнести при первом мытье. А затем я намереваюсь выполнить желательные действия омовения ради Аллаха. Во втором – шагаду. Ашхаду, аля Иллаха, илла Аллах. Ашхаду, аня Мухаммадар Расулу Аллах. И в третьем – Затем почистить зубы Сивакум и при этом сказать. Далее рекомендуется прополоскать рот и нос три раза, поднося воду правой рукой. Вначале воду берут в рот, а затем оставшуюся часть – в нос. Желательно высморкаться левой рукой, повторить все это три раза. При полоскании рта желательно сказать. А при полоскании носа. Далее надо помыть лицо, включая волосы на лице, желательно три раза. При первом прикосновении к лицу обязательно надо сделать намерение сердцем. Намерение делается так. Я намереваюсь выполнить обязательное омовение. При втором мытье лица желательно произнести шагаду. Ашхаду, аля Иллаха, илла Аллах. Ва Ашхаду, аня Мухаммадар Расулу Аллах. И при третьем сказать. Затем моют правую руку от кончиков пальцев и до локтя, но желательно до плеча и три раза. Надо также помыть между пальцами. Желательно разделить их пальцами другой руки. При первом мытье желательно произнести шагаду. Ашхаду, аля Иллаха, илла Аллах. Ва Ашхаду, аня Мухаммадар Расулу Аллах. При втором сказать. А при третьем произнести Астагфир Аллах три раза. Точно так же моют и левую руку. При первом мытье желательно произнести шагаду. Ашхаду, аля Иллаха, илла Аллах. Ва Ашхаду, аня Мухаммадар Расулу Аллах. При втором сказать. Аллахумма ла ту'атини китаби бишимали вала миввара и захри. А при третьем произнести Астагфир Аллах три раза. Астагфир Аллах, астагфир Аллах, астагфир Аллах. Затем надо протереть голову влажными руками. Желательно протереть всю голову три раза обеими руками одновременно. И каждый раз новой водой. При первом мытье желательно произнести шагаду. Ашхаду, аля Иллаха, илла Аллах. Ашхаду, аня Мухаммадар Расулу Аллах. Во второй говорим. Аллахумма харрим ша'ри ва башари аляннар. А в третий трижды повторяем. Астагфир Аллах. Астагфир Аллах, астагфир Аллах, астагфир Аллах. Далее протирает уши влажными руками три раза. И каждый раз новой водой. Сначала изнутри указательным пальцем. А затем большим пальцем снаружи. При первом мытье говорим один раз шагаду. Ашхаду, аля Иллаха, илла Аллах. Во Ашхаду, аня Мухаммадар Расулу Аллах. При втором. Аллахумма джалли минал лазина ястами'уна лкавла, фаяттаби'уна ахсана. А при третьем три раза астагфир Аллах. Астагфир Аллах, астагфир Аллах, астагфир Аллах. После этого нужно помыть обе ноги, включая щиколотки. Не пропуская ни малейшего участка ноги. Но желательно помыть их немного выше обязательного. Начиная с правой ноги и по три раза. Пальцы ног также желательно разделить. И мизинцем левой руки промыть между ними. Справа налево. При первом мытье произносим один раз шагаду. При втором говорим. А при третьем три раза астагфир Аллах. Астагфир Аллах, астагфир Аллах, астагфир Аллах. Аж хаду, ан ла иляха, илля Аллах. Ва аж хаду, ан на Мухаммадан Расулу Аллах. При втором говорим. А при третьем три раза «Астагфируллах» После омовения желательно выпить немного оставшейся воды и побрызгать ее на брюки Три раза прочитать дуа Подняв руки перед собой и направив взгляд в небо Субтитры создавал DimaTorzok Три раза Субтитры создавал DimaTorzok Намаз Фарс и сунна действия и молитвы Встав на молитвенный коврик и повернувшись в сторону киблы Желательно использовать сивак Произнести Прочитать суру ан-нас Покаяться И желательно ровно поставить ступни пальцами в сторону киблы так Чтобы расстояние между ступнями было в одну пять Взгляд Желательно направить на то место Которого коснется лоб при земном поклоне При произнесении вступительного тагбира Желательно поднять руки При этом большие пальцы рук Желательно расположить на уровне мочек ушей Пальцы согнуть и направить в сторону киблы При всем этом необходимо стоять ровно И произнести намерение языком Перед произнесением вступительного тагбира А при вступительном тагбире Надо обязательно сделать намерение сердцем Сложив руки между грудью и пупком так Чтобы указательные и средние пальцы правой руки Находились на запястье левой А остальные пальцы правой руки Обхватили запястье Большой палец сверху А безымянный и мизинец снизу После вступительного тагбира Желательно сказать И далее прочитать дуа Субтитры создавал DimaTorzok Далее читает суру Аль-Фатиха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После фатихи Желательно прочитать какую-нибудь суру Или аят из Корана Затем молящийся переходит к поясному поклону Подняв руки Как и при вступлении в намаз И произнеся Такбир Аллаху Акбару При поясном поклоне Желательно спину и голову держать ровно Ладони положить на коленные чашечки И взгляд направить на пол Между ступнями Задержавшись в этом положении Желательно трижды произнести Затем выпрямляется и при этом говорит При этом желательно поднять руки Так же как и при вступлении в намаз Здесь тоже надо задержаться на пару секунд И желательно произнести Далее переходим к земному поклону При этом желательно коснуться пола Сначала коленями Затем ладонями Далее ничем не прикрытым лбом Так же носом В таком положении необходимо задержаться на пару секунд И в этом положении Желательно три раза произнести После этого молящийся садится на колени И задерживается на несколько секунд Желательно сесть на левую ногу Правая нога опирается на нижнюю сторону пальцев Руки следует положить на колени Пальцами в сторону киблы Прижав их друг к другу При этом желательно, чтобы кончики пальцев Были наравне с краем колен Сидя в таком положении Произносят И снова совершает земной поклон И говорит три раза Принятием исходного положения стоя Завершается первый ракат И молящийся вступает во второй Второй ракат совершается так же, как и первый До второго земного поклона включительно Читает суру Аль-Фатиха Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Затем переходит к поясному поклону И читает Затем выпрямляется и при этом говорит Здесь тоже надо задержаться на пару секунд И желательно произнести Далее совершает земной поклон И произносит Субтитры создавал DimaTorzok Потом садится на колени и произносит И снова совершает земной поклон И говорит И после этого действия во втором ракате Молящийся садится на колени И читает И читает Ат-Тахият При чтении последнего Ат-Тахията Желательно сидеть так, чтобы ягодица касалась пола Левая нога выходила из-под правой ноги А правая нога опиралась на пальцы Руки желательно положить на край колен При этом пальцы правой руки сжаты Кроме указательного и большого Указательный палец желательно направить в сторону Киблы А большой палец подложить под указательный Пальцы левой руки все направлены в сторону Киблы При произнесении слов Илля Аллах в Ат-Тахият Желательно приподнять указательный палец правой руки И немного согнутым держать до завершения чтения Ат-Тахията Также желательно, когда поднимаем указательный палец Направить на него взгляд И держать взгляд на пальцы до конца намаза Ат-Тахияту المбаракату Ас-Солавату Ат-Тайбату Лиллах Ас-Саламу Алейка Айюха Наби Айю, юар, арахмату ллахи Вабаракату Ас-Солаву Алейка Ас-Соламу Алейку Арлайо Альба Ад-Иллахи Аш-Солихи Аш-Соликом Аля Субтитры создавал DimaTorzok После Ат-Тахията желательно прочитать салават Аль-Ибрахиме. А затем желательно прочитать дуа. Можно прочитать. И это известная дуа. Ат-Тахията желательно прочитать салават Аль-Ибрахиме. После этого молящийся дает два раза салам для выхода из намаза. Поворачивая при этом голову вправо для первого салама и влево для второго. Поворачивать голову молящемуся следует так, чтобы человек, сидящий сзади, видел его щеку. После намаза желательно прочитать Аскары и в конце дуа.